Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! В первых строках своего сообщения хочу поблагодарить вас всех, которые пишут комментарии к моим видео, ставят лайки и ставят дизлайки. Спасибо вам, дорогие мои, что вы вместе, что вы со мной. Если вы думаете, что я такой огромный специалист в цветоводстве, то вы очень ошибаетесь. И, как говорится, всегда и на старуху бывает проруха. Поэтому всякие казусы в моей цветочной жизни тоже происходят до сих пор. Но сегодня речь не об этом. Я хочу сказать, что огромное спасибо вам, что мы с вами вместе рассматриваем и изучаем какие-то растения. Потому что на самом деле в нашей обычной жизни мне тоже не хватает времени, чтобы изучить какое-то растение, понять, что ему необходимо. И вот уже много-много дней я пытаюсь снять видео о папоротниках, о своих шикарных, да, нефролеписах. Но, вы знаете, тема настолько обширна, и я ее еще до конца не изучила, чтобы преподать этот материал вам. То есть мне бы, конечно, хотелось, кроме того, сказать, что я его поливаю там теплой водой, или там он любит влажность, или еще что-то какие-то общее. Мне еще хочется вам какие-то нюансы донести. И вот сегодня я хочу начать рассказывать вам о папоротниковых в лице вот такого замечательного папоротника. Посмотрите, экзотического, я бы сказала, который называется давалья. Вот мы сейчас его сюда поставим, чтобы рассматривать. Вы знаете, я не зря, кстати, поставила вот эти желтые распрыскиватели. Я позже вы узнаете, о чем идет речь. Так вот, давалья, посмотрите, какая она замечательная. Она принадлежит к роду многолетних быстрорастущих и экзотических папоротников семейства давалевые. А названо это растение в честь английского ботаника Эдмунда Давала. Вы знаете, этот ботаник прожил недолгую жизнь, всего 35 лет. Ну вот, жил он в 18 веке, но в честь него названо вот такое замечательное растение. А в простонародье это растение называют или зайчьи лапки, или кроличьи лапки, или беличьи лапки. Но, честно говоря, я не знаю, почему называется зайчьи и беличьи, но мне вот этот цветочек напоминает скорее паука. Знаете, который с мохнатыми лапками такой. Меня спрашивали о том, что девушка, моя подписчица, говорила о том, что у нее не складываются отношения с этим папоротником. Я не могу сказать, что у меня они не складываются. Нет, вроде бы все хорошо. Но, знаете, я, честно говоря, немножко не понимаю. То есть, вот по своим нефролеписам я вижу, что они растут, что они, огромные ваи у него становятся. А этот папоротничек растет как-то так, знаете, не торопясь, я бы сказала. Но что я могу сказать? Конечно, так как этот папоротник родом с Канарских островов, с Канарских островов, он распространен в Японии и в Китае. Поэтому в зонах, где высокая влажность воздуха, и поэтому всегда, прежде чем ухаживать за растением, покупать его, мы должны прочитать и знать, откуда родом это растение. Если растение тропическое, если растение выращено где-то во влажных тропических лесах или в поймах каких-то рек, то, естественно, ему нужно обеспечить высокую влажность воздуха. И достигается это прежде всего, конечно, размещением вот на таком поддоне с галькой, вот он у меня тут стоит, но корешки ни в коем случае не должны соприкасаться с водой. То есть, видите, он у меня на таком импровизированном постаменте тут стоит. Или обрызгиванием. Этот папоротник очень любит обрызгивание, и именно мелкодисперсионное. Вот смотрите, у меня стоит два разбрызгивателя. Один из них стоит, вот этот вот я использую для обрызгивания, потому что он дает очень мелкую такую, знаете, почти как туман разбрызгивание такое, знаете, капли воды очень мелкие, прямо микро какие-то, нано капли. И второе вот у меня приспособление стоит для полива растений. Вы знаете, я бы вот очень рекомендовала, если кто еще не приобрел, ну вот такие вот штуки все-таки надо иметь. Именно вот с таким вот носиком, видите, то есть, мы поливаем этот папоротничек очень аккуратненько. У него в глубине, вот здесь вот, вот смотрите, вот смотрите, сейчас я вам покажу. Вот там, видите, он зарастает вот этими мохнатыми корешками. Видите, вот там у меня зелененькие где-то появились корешочки, видите, свежие. И когда этот папоротник разрастается, у него там внизу прямо много-много этих корешков. И когда мы поливаем сверху, то вся влага остается на этих корешках. Поэтому нужно взять что-то, какую-то олеечку с длинным носом. Я вот пользуюсь вот такой штукой. И поискать место, где у нас нету корешочков. Ну вот смотрите, грунт, да? Вот смотрите, грунт. И поливать именно грунт туда. Папоротник этот не любит переувлажнение. Ну, наверное, переувлажнение вообще очень, кроме циперуса, я, по-моему, не знаю, кто любит переувлажнение. Поэтому вы всегда должны проверять. Я лично, ребята, у меня, наверное, ногти вообще никогда не будут в идеальном состоянии, потому что я всегда проверяю все растения для полива, вот так вот залаживая в горшок. Вот так вот я залажу и трогаю. Ага, земелька еще влажная. Значит, мы сегодня его не поливаем. То есть у меня не бывает такого, чтобы вот по понедельникам и пятницам я поливала цветы. Я поливаю цветы каждый день. То есть у меня есть растения, которые пьют воду, и их нужно поливать практически каждый день. Есть, которые, ну, просто в тесных горшках стоят и очень быстро выпивают воду. И поэтому, ну, вот нужно, если у тебя такое хозяйство, то нужно быть всегда на чеку. Так вот, этот папоротник, я уже сказала, требует высокую влажность воздуха. Значит, его можно поставить рядом с увлажнителем или его нужно поставить на поддон с галькой. И, ну, по возможности, почаще его обрызгивать. Вы знаете, опять же я хочу сказать, я никак не могу, ну, вот согласиться с таким мнением, что папоротники не просто не нужно обрызгивать, а даже вредно обрызгивать. И вроде бы как на них образуются какие-то черные точки, пятна. А, вы знаете, ну, я обрызгиваю. И мне кажется, что когда вот такая, ну, обрызгиваю, опять же, не часто. Ну, вот у меня, знаете, бывает настроение, что я, бывает, обрызгиваю и днем, и ночью. Особенно, вернее, и утром, и вечером. Особенно тогда, когда у нас отопительный сезон. Конечно, я стараюсь увлажнять, ну, воздух вокруг растений и само растение лучше. Ну, вот сейчас наступило лето, у нас везде открытые окна, отопление мы уже практически на минимуме у нас стоит. Поэтому я уже не обрызгиваю так часто эти растения. Но обрызгивать, тем не менее, я всегда. Никаких черных точек я не вижу на своих растениях, на своих папоротниках. Вот вы можете убедиться. Нету никаких нездоровых, там, сухих, каких-то вай, желтых и бледных. Вот, ну, давайте пойдем дальше. Я тут небольшую шпаркалочку для себя сделала. Значит, папоротник этот любит полив теплой водой. И он вообще любит теплые места. То есть, если у вас холодная квартира, или он у вас стоит на холодном подоконнике, то это вообще не про него. То есть, не надо ставить на подоконнике, где вы на ночь открываете, на ночь открываете окно, и подоконник за ночь, допустим, там все растения остужаются. То есть, есть такие растения, да, которым нужно обеспечить холодную зимовку. И есть такие растения, которые очень любят, допустим, контраст между ночной температурой и дневной температурой. Но именно давалия, это вообще не про это. Значит, температура в комнате должна быть, ну, примерно, знаете, не ниже 16 градусов, не ниже. Но я бы вам рекомендовала вообще, что давалию держать где-то вот от 20 до 25 градусов. То есть, свыше 25 градусов она тоже уже начинает чувствовать себя не очень комфортно. И у нее даже иногда действительно, ну, начинают желтеть ваечки. Особенно, если вы не предоставили ей соответствующую влажность воздуха. И, значит, проверяем мы землю пальчиком. Как только вы чувствуете, что она подсохла сверху, но не снизу. То есть, он, этот папоротник, не любит просушки. Чтобы такая, знаете, совсем до самых корней просушка. Вы знаете, еще может быть, что, какой проблемой, если у вас давалия стоит на солнечном окне. То есть, вот для давалии тоже вот эти вот прямые яркие солнечные лучи. Даже, вы знаете, даже восточный и западный подоконник, мне кажется, что для них, для нее будет не очень комфортен. Вообще, вот он у меня стоит, видите, я вам уже говорила, что у меня это западное окно. Вот здесь вот, да. И вот видите, вот он стоит даже внизу, на полу. И сюда только во второй половине дня, буквально на полчаса, наверное, ну, может на час, вот скользящие такие лучи солнца. То есть, они то на одно растение, а потом переходят на второе, на третье. То есть, вот в такой освещенности давалия растет у меня. Вы знаете, что еще может нанести вред этому растению? Она очень не любит, когда ее удобряют зимой. То есть, в осенне-зимний период ее вообще нужно исключить подкормки. Вы знаете, я ее вообще не подкармливаю зимой. И очень слабым удобрением я ее подкармливаю вот в период вегетации. То есть, вот сейчас весенний-летний период. Я вообще, если честно, считаю, что удобрения больше могут принести вред, чем пользу. То есть, если вы не знаете, как им пользоваться, то, ну, вот лично я пользуюсь всякими... Я же вам уже говорила в каком-то видео, да, что минеральное удобрение, да, я добавляю, но в микродозах. Но чаще я использую, например, такие вещи, как луковая и чесночная шелуха, как корочки банана и корочки мандарин и апельсин. Ну, вот, может быть, про это я сниму отдельное видео. Вы знаете, то есть, особенно зимой, в период мандарин и апельсин, можно заготовить этих корочек сколько угодно. Когда мне лень, скажем так, да, их сушить и резать, то я их просто использую свежие, замачиваю, и они настаиваются, и через там два дня я поливаю растения. Если мне не лень это сделать, то я режу, сушу их и использую потом их, ну, в летний период, допустим, да, когда с апельсинами уже... Мы апельсины уже едим не так. Поэтому удобрения для растений иногда бывают не столько в пользу, сколько во вред. То есть, зимой, вот, я бы вам рекомендовала вообще не... Ее не подкармливать. Значит, что еще? Про полив мы сказали. Да, значит, смотрите, про грунт. Вот, грунт у моей давали, то есть, у всех папоротников я, честно говоря, применяю грунт почти похожий на орхидейный. То есть, грунт должен быть очень рыхлый, он должен содержать в себе и торф, и мох. Это у кого, какой есть мох. Вот у меня, например, мне на такую коллекцию покупать сфагнум, я, конечно, его покупаю, но это очень дорого. Знаете, то есть, ну вот представьте, сколько растений, и почти во все из них нужно добавлять немножко сфагнума. Поэтому я вышла из положения, я собираю лесной мох, и лесной мох добавляю в торф, в грунт для всех моих, большинства моих растений. Кроме того, можно добавить в папоротник, в грунт для папоротника и сосновую кору, и гравий. Гравий или керамзит, вот что-то такое. То есть, земля должна быть такая пушистенькая, она должна быть легкая, она должна быть воздуха и влагопроницаемая для давали. Вы знаете, ну какие могут быть, ну какие могут быть проблемы сдавали. То есть, девушка не рассказала, что у нее сдавали конкретно. Поэтому я пройдусь по основным проблемам. Вы знаете, если вот, например, ваи побледнели, да, вот они, видите, у меня такие зелененькие, прямо зеленые-зеленые, ярко-зеленые. Так вот, если они побледнели и стали такие виловатые, вот видите, они вот упругие, прямо такие красивые, да, ну, как сказать, упругие, да. То есть, если они побледнели и стали такими мягкими, вялыми, это значит, что слишком много солнца, то есть их надо убирать с солнца. Если новые листочки скручиваются или опадают, то это значит давалий холодно. Вы знаете, вот давалия у меня стоит здесь в горшке, да, казалось бы, это керамический горшок. Но, как я вам уже говорила, что с керамическими горшками тоже очень большая проблема. Тем более, производители горшков, по-моему, ни разу не цветоводы. Ну, вот смотрите, вот такой горшок. Если бы я посадила эту давалию в сам горшок, то я бы ее не вытащила оттуда, ну, вот, когда мне, допустим, потребуется пересадка. Поэтому, конечно, я ее вот туда поставила, у меня там транспортировочный горшок, такой самый дешевый, пластиковый. И когда мне понадобится давалию пересаживать, я просто вытащу этот транспортировочный горшок, и все. Ну, за счет этого, мне кажется, еще формируется у нее определенный тепловой режим. То есть, сама давалия стоит в пластиковом горшке, потом воздушная прослойка и керамический горшок, который, ну, считается такой, знаете, накопителем, скажем, теплоты, ну, теплопроводником, скажем так, да. Вот, ну, может быть, поэтому ей вот так вот нравится. Ну, и в квартире у меня, знаете, температура у меня никогда не бывает жарко. То есть, у нас никогда в квартире не бывает 25 градусов, 24 градуса. Температура воздуха где-то у меня держится в районе 21-23 градусов. То есть, для меня это комфортная температура, я считаю, что человеческий организм должен жить при такой температуре. И для растений эта температура более комфортна, чем, допустим, 26-27 градусов. Дальше. Ну, если у вас крона не пышная, то это, наоборот, говорит о том, что вашему растению не хватает, не хватает света. То есть, вот со светом нужно как-то, ну, определиться. То есть, вайки, конечно, должны нарастать. Видите, они должны, она должна куститься. То есть, в нем должен быть, вот, видно, виден какой-то прирост. Она должна увеличиваться все равно, крона должна увеличиться в размерах. А если этого нет, значит, вы поставили слишком темное место. Потому что давалия, она не любит темных углов. То есть, она не будет расти, ну, скажем так, она, конечно, будет, выживет у вас в каком-то, ну, я не знаю, темном углу, да. Но это уже будет не то растение, которое мы все хотим видеть у нас в доме. Оно будет несчастное. Бывает такое, что, вот вы видите, что она вроде бы росла, 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 а потом раз, и все. И вроде бы как нет никакого прироста. Ну, это нужно, значит, проверить ее на предмет того, что не тесен ли ей горшок. И ее нужно пересаживать. Конечно, вот эти вот корни, которые у нее воздушные, да, вот эти вот мохнатые, ни в коем случае их заглублять нельзя. И, кстати, я тут коснусь немножечко, покажу вам, пока я не забыла, как раз обнажается давали. Посмотрите, вот у нее, видите, так, вот у нее вот такой корешочек. А на нем, вы видите, вайки уже начали расти, да. Мы берем, отрезаем этот корешочек аккуратненько, аккуратненько присыпаем толченым углем. И этот корешочек ставим, ну, в какой-то горшок, но ни в коем случае не заглубляем эти корни. То есть, мы его как бы, ну, ставим на землю, да, и чуть-чуть присыпаем. Я бы вот, ну, может быть, знаете, для устойчивости я бы, может, даже вот за этот вот корешочек я бы его прикрепила там чем-нибудь, как я иногда делаю, проволочкой, знаете. Вот проволочку сгибаю и прикрепляю к грунту растения, чтобы оно, ну, стояло, чтобы оно не падало. Вот, и постепенно, конечно, укоренение будет долго, это будет не одна неделя, не две, возможно, даже до двух месяцев давали укореняется. Вот, но, тем не менее, вот укореняется она так. И вот эти воздушные корешочки, вы, конечно, мохнатые, вы их берегите. Закапывать их ни в коем случае нельзя. Они должны быть на поверхности. Так, ну что, ребята, давайте я сейчас еще посмотрю свою, свою, свою шпаргалку. Вроде бы я вам все рассказала, пока посмотрите на мои цветочки. Значит, теплые условия среды обитания я вам сказала. Любит влажность, сказала. Поливать, когда засох верхний слой почвы, сказала. Поливать только на землю, а не на вот эти вот корешки. Яркое рассеянное освещение. Я вам сказала, что прямой солнечный свет, как и тень, нехорошо для давали. Удобрять в летний период. А в зимний период мы в период покоя не удобряем. Причем, вы знаете, что вот если вы будете подкармливать удобрениями зимой, даже это может вызвать загнивание корней. Поэтому осторожно, я говорю с этим растением. Ну, в общем-то, наверное, вот и все. Ну, значит, про почву я вам сказала. Слабокислая реакция должна быть у почвы. Поэтому вы можете взять грунт для папоротников. Но, вы знаете, я всегда модернизирую, скажем так, грунты, которые продаются у нас в магазинах. То есть, грунт для папоротников обязательно нужно чем-то разбавить, скажем так. То есть, это должен быть мох зеленый или сфагнум. Это должен быть керамзит. Это может быть, что еще? Керамзит, какая-то крошка. Это может быть, кстати, перлит. Это может быть вермикулит. То есть, вот какие-то такие нейтральные наполнительные, которые дают нам воздухопроницаемость почвы. Ну вот, на этом я заканчиваю. Немножечко покажу вам сейчас. Покажу вам. Опять у меня расцвела. Видите, гордыня. У меня красотка. И зацветает таберне-монтана. Но что-то она так долго. То есть, то ли ей тут не хватает цвета. Вот этот бутон все никак не может лопнуть. А еще, ребята, я немножко замучу такую интригу. У меня такая радость большая. Но пока я вам не буду показывать, я это сохраню в секрете. И покажу вам в каком-нибудь из следующих видео то событие, которое я очень долго ждала. И чего у меня не получалось. И я уже начала расстраиваться и сомневаться в своих каких-то цветоводческих талантах. Ну вот. Я вам покажу. Пока жду. Жду события. И я вообще рада. Я счастлива, конечно, что оно произойдет очень скоро. А может для кого-то это вообще рядовое событие. Но у меня как бы это такое событие, которое долго ожидаемое, скажем так. Спасибо вам огромное всем за то, что вы со мной вместе. Просматривайте. Давайте делиться информацией. Если у кого-то есть информация про давалию, я с удовольствием. И мы все с удовольствием ее почитаем. Применим. Что нам с ней делать. Как нам ее выращивать лучше. Но пока я говорю, что вот у меня она пока не вызывает никаких особых проблем. Вот себе растет и растет. Тем более я всегда говорю, что я не тороплюсь с ростом растений. У меня много. Если они будут расти прямо очень все быстро и пышно, то скоро они меня выживут из дома. Поэтому давалечка так растет она себе потихонечку. Ну и слава богу. Ну все. Всем пока-пока. До свидания. До новых встреч.